Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Ограничения на вождение авто предлагают ввести для незастрахованных в ОСМС казахстанцев. В настоящее время финансовая система ОСМС не способна справиться с растущими затратами. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Ажар-Гинят на правительственном часе в Можилисе. По мнению депутатов, люди постоянно говорят, что в поликлиниках длинные очереди, а чтобы записаться к спецврачу, приходится ждать несколько недель или даже месяцев. В некоторых случаях, не дождавшись записи к врачу, граждане вынуждены прибегнуть к платным услугам. Как следствие, граждане задаются вопросом, за что мы платим страховые взносы. И это еще не все. Насколько сейчас все знают, чтобы пасть к кусьскому специалисту, или, допустим, оформить инвалидность, или получить направление на санаторно-курортное лечение, нужно месяцами проходить эти все дела. Это становится настоящим жизненным испытанием. Возможно, с подключением частных клиник к этой системе появится здоровая такая конкуренция, когда это будет все ликвидировано или исчезнет. И второй момент. До сих пор существует практика, что врачи своих пациентов отправляют в какие-то определенные аптеки или, возможно, какие-то медицинские центры. Я не говорю о том, что это противоречит закону, еще что-то. Это существенная проблема, с ней нужно разбираться. Возможно, денег не хватает, еще чего-то. Но в первую очередь это, скорее всего, бьет по имиджу медицинской сферы в целом, по имиджу врачей. Но доверия этого не добавляет. Когда врачи отправляют в частные аптеки, тогда такие вопросы поднимаются, приходят, знаю. Не от хорошей жизни врачи, наверное, где-то зарабатывали до этого. Поэтому за последние годы существенно повышается заработная плата. И каждому руководителю медорганизации мы всегда говорим, следите за имиджем. Законом это запрещается, это криминал. И, скажем, можете передавать соответствующие органы или вести беседу с медицинскими работниками. Кроме того, более трех миллионов человек, которые сейчас вынуждены обращаются в экстренную медслужбу, оказались вне системы страхования. Но медицина, по мнению руководства Минздрава, требует больше денег. Их надо откуда-то взять. И взять их на данный момент негде, кроме как у самого населения. Поэтому чиновники хотят не выдавать права тем, у кого нет медстраховки. Это предложение, чтобы охватить полностью население, медицинскую полноценную помощь. Также, чтобы, скажем, был какой-то контроль. На сегодняшний день 3,5 миллиона человек вне системы и находятся. По мнению критиков, под видом прогрессивной реформы собрались миллионов казахстанцев деньги. При том, что 35% из всех расходов на здравоохранение граждане и так платят сами. Кроме того, наши налоги идут на медицину. Экстренная помощь оказывается всем гражданам, независимо от того, есть у них страховка или нет. В остальных случаях человек легко может остаться и без медуслуг. Получается, система ОСМС ничем не отличается от действующей модели здравоохранения. Это лишь дополнительный налог, полагает критики системы. И главное, здесь есть коррупционные риски. Ежегодно увеличивается количество нарушений. То есть в прошлом году 3 миллиона, ежегодно увеличивается на 20-30%, особенно в прошлом году в два раза. 3 миллиона нарушений, 52 тысячи приписки на 20 миллиардов тенге. И по сути это воровство денег, это коррупция. При этом ОСМС выстроил такую систему, что сами определяют, кто оказывает лечебные услуги, сами готовят список, сами определяют цену, сами финансируют, сами проверяют и сами наказывают. Это частейшие вожды коррупционная система. Когда сам проверяешь, сам наказываешь, всегда есть желание кого-то наказать больше, кого-то меньше. Боржан Шехмет Ахмедяр Ильязов, столичное бюро ТДК-42. Денег в развитие и модернизацию ридерской ТЭЦ собственники не вкладывали, заявил премьер-министр во время поездки в Восточно-Казахстанскую область. Это привело к тому, что станция в очень плачевном состоянии. Правительству пришлось выделить 8 миллиардов 400 миллионов тенге. Акимат на ТЭЦ дал 500 миллионов. Теперь важно, чтобы отопительный сезон прошел стабильно и своевременно. А главное, без срывов, сказал Смаилов. Осмотрел глава правительства и другие объекты региона. Все подробности в сюжете. Пожалуй, стоит еще раз вспомнить, как выглядел ридер в прошлом году. Когда происходили аварийные остановки, а в октябре и в ноябре город замерз. Еще тогда президент говорил о полной изношенности сетей в ридере и Шимонайхе. И оба находятся в Восточно-Казахстанской области. Куда с рабочим визитом приехал Смаилов. Подготовка к отопительному сезону тут ведется в штатном режиме, поспешили доложить премьеру местные чиновники. В соцобъекты уже подали горячую воду и тепло. В целом завершение всех работ по ремонту котлов высокого давления планируется где-то 15 ноября. Отопительный период, я думаю, мы уже в часы пик будем иметь хороший резерв. То есть станция будет работать. Днем и ночью нужно следить за ремонтом и приведением сетей в порядок, сказал премьер. Из-за того, что собственники не занимались ТЭЦ и запустили его, пришлось выделять большие деньги из республиканского бюджета и Акимата области. Но не только ТЭЦ является частью экономической жизни региона. Это крупнейший завод по переработке масла семян в Центральной Азии, мощности которого позволяет производить и расширять продуктовую линейку. Возможность на сегодняшний день переходить на больше масличных и зарабатывать больше. По словам президента было сказано сделать высокий передел максимально. И мы переходим на четвертый, пятый передел. Никакой поддержки как таковой не надо. У нас все получается красиво. Мы вам посвенную поддержку оказываем. Я знаю. Через стимуляцию производителей перерабатывать масло семена внутри страны. Да. Это очень сильно помогло. Посевные площади масличных культур в регионе увеличиваются. А в Восточно-Казахстанской области они доведены до 211 тысяч гектар и ожидается неплохой урожай. Вы говорите о том, что у вас есть планы по дальнейшей, более глубокой переработке масла семян. Мы это абсолютно поддерживаем и приветствуем. Со своей стороны, правительство готово вам оказывать необходимую поддержку либо прямыми, либо косвенными мерами поддержки, как то продвижение экспортной вашей продукции за рубежом, поддержка. И у нас есть соответствующие инструменты в Министерстве торговли и интеграции. Крупный инвестпроект, а вернее оптово-распределительный центр «Алтай» должен внести большой вклад в сдерживание цен на продовольственную продукцию. Завершается возведение сразу двух овощих хранилищ общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Они смогут вмещать до 45 тысяч тонн продукции. И возле всех городов, особенно крупных, должны быть такие оптово-распределительные центры. Которые позволят стабильно обеспечить внутренний рынок необходимой продукции, сказал премьер. Большой потенциал есть и у горно-металлургического комплекса, на который приходится около 70% всей промышленности. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горно-рудным сектором. И одной из главных задач при этом должно стать освоение залежи редких и редкоземельных металлов. В условиях роста производства электромобиля актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе Восточно-Казахстанской области числится шесть месторождений в Уланском и Шаманаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайские и другие азиатские рынки, являющиеся одним из его основных потребителей. Для использования данных возможностей Акима должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений. В 2024 году на Востоке Республики откроется многопрофильный гематологический центр. Тут предусмотрен дневной стационар химиотерапии, детский стационар, кардиология, кардиохирургия, трансплантация костного мозга и многое другое. Весь спектр услуг от диагностики до реабилитации. Гульнару Марова, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42. В Уральске начали подавать тепло. На сегодняшний день к теплоснабжению подключено уже 35 объектов здравоохранения и образования. В жилых домах тепло будет после того, как дневная температура воздуха на протяжении трех дней не будет превышать 8 градусов. Работа по подключению Уральска к теплоснабжению началась еще в конце сентября. В первую очередь тепло появляется в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Руководители этих учреждений должны подать заявку в ЖЭК «Теплоэнерго». На сегодняшний день заявки поступают, но мы думаем, что до числа 10 кемпля мы все школы и детские сады подключим уже к теплоплению. Подключать к отоплению жилые дома начнут после того, как дневная температура воздуха понизится до 8 и ниже градусов тепла. В первую очередь тепло станет в домах, которые имеют паспорт готовности. Необходимо производить опрессовку внутренней системы, на герметичность в первую очередь проверить. А вторую – это уже промывка. От промывки зависит уже качество тепла. Если качественно промоет систему отопления, то и, соответственно, в зимний период тоже будет у них тепло. Стоит напомнить, что с 20 августа текущего года тариф на тепло и горячее водоснабжение повысился. Один куб горячей воды стоит 204 тенге, один квадратный метр отопления обходится в 145 тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. Акжоловцы начали новую инициативу. Теперь в Западно-Казахстанской области откроется Центр поддержки молодых представителей бизнеса. Об этом стало известно на очередном заседании Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол. Подробности в сюжете. Очередное собрание филиала Демпартии Акжол было посвящено развитию бизнеса в области. В целях привлечения в предпринимательскую деятельность больше молодежи, при партии будет сформирован Центр поддержки молодых предпринимателей. Им будут оказываться помощь и консультация по важным вопросам. Одним из направлений работы Центра будет увеличение количества сельской молодежи в бизнесе, а также расширение уже имеющихся предприятий. Нужно обратить внимание на поддержку бизнеса сельской молодежи. Например, в Тоскалинском районе много начинающих бизнесменов. Они делают его на продаже шаров, проводят съемки различного формата, открывают общепиты. Мы должны оказать таким людям поддержку и пропагандировать их работу, подсказать, где нужно. На сегодня в стране имеется множество инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Например, безвозвратные гранты от государства. Но часто участие в них оказывается недоступным для жителей из-за недостаточной информации, а в некоторых случаях подготовленные документы не соответствуют требованиям гранта, озвучили ахжоловцы. Представители партии отмечают, что необходимо обратить внимание на состав данной комиссии, которая определяет гранты, потому что могут быть коррупционные риски. Многие боятся идти в бизнес из-за нехватки информации. Конкурс должен проходить честно. Для этого необходимо пересмотреть состав комиссии по грантам, то есть включить тех, кто имеет непосредственно отношение к бизнесу и знает его. Председателем центра, работа которой стартует до конца текущего года, избран член партии «Ахжол» предприниматель Омаров Токтар Мерикевич. Центр поддержки молодых предпринимателей планируется открыть во всех районах области. Мольдерса Дроголеева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. Отцепившийся прицеп унес жизнь человека на трассе в Актюминск области. Как сообщили в областном департаменте полиции, на автодороге Самара-Шимкент недалеко от села Акжар произошла авария с участием грузовика «Вольво» и автомобиля «Хюндай Акцент». Причиной столкновения стал прицеп двигающегося грузовика. После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от движения большегруза, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. За рулем иномарки был гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Еще одного пассажира и водителя с различными травмами доставили в больницу. Ежегодный этнофестиваль Тарфеста в Актюбинской области собрал больше тысячи участников со всей страны. По традиции мероприятие проходило на родине знаменитого просовода-рекордсмена Шаганака Берсиева в Уилском районе. Лейла Уесова узнала лучшие рецепты приготовления национальных лакомств и старых. Такие деревянные ступы и каменные дермены по сей день хранятся в каждой уилской семье. Секреты приготовления тары здесь передаются из поколения в поколение. Ахзер Хайжанова мастерству обжарки проса научилась у мамы. Теперь своим опытом делится со своими невестками. Больше 40 лет этим занимаюсь. Сейчас на пенсии жарю тары на продажу. Это хороший бизнес для сельчана. А из Толхана делаем вкусный жент и другие национальные лакомства. Каждый год представляем нашу продукцию на различных ярмарках. Участники праздника смогли посмотреть всю технологию приготовления тары. Мастерицы из Уила и других районов показали гостям, как это делается. В старинных ступах очищали проса от шелухи, провеивали и после обжарки тары перемалывали на дерменах в Толкан. Праздник впервые прошел на республиканском уровне. Он собрал гостей со всего западного региона. Местные хозяйки даже устроили состязание. Кто лучше очистит проса, провеет и обжарит в казане. Всех желающих угощали готовыми блюдами из тары. Здесь же проходила выставка народных ремесленников. В этом году в Уилском районе просом засеяли 700 гектаров. С каждого гектара получили в среднем по 9 центнеров. Особенности возделывания этой культуры и возрождение того самого сорта, который выращивал известный просовод Шаганак Персиев, обсудили на научной конференции. У этой культуры очень хорошая урожайность. Поэтому Шаганак Персиев и выбрал именно ее. Из одного зернышка вырастает множество метелок. В каждом колоске более тысячи зерен. Тяжелые военные годы посевы Шаганака кормили весь уилский народ. С гордостью говорят его потомки. В театрализованном представлении постарались передать атмосферу тех времен. Зрители погрузили в тот период, когда известный просовод получал рекордные урожаи. Сейчас белые тары здесь не возделывают. На полях выращивают красные и желто-зерные сорта, которые по качеству ничем не уступают знаменитому белому просу Берсиева. Тары и талхан из уилского проса получаются вкусным и питательным. Актюбинские кондитеры даже создали свой бренд, приготовив жен в шоколаде. Это национальное лакомство уже полюбили и за рубежом. Участники фестиваля посетили место знаменитой кукжарской ярмарки. Открытая полтора века назад на шелковом пути, она не только способствовала экономическому развитию края, но и ее духовному расцвету. Кукжар был очень удобным пунктом для товарообмена, так как находился на стыке Европы и Азии. В 1860 году здесь построили первые торговые ряды, которые сохранились в первозданном виде до сих пор. Их отреставрировали и каждый год в Уиле проходят сельхозярмарки, куда люди со всей округи привозят свою продукцию. Лайла Осова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. 18-летняя спортсменка Мария Боровкова вернулась в Уральск. Она принесла Казахстану бронзовую и серебряную медали азиатских игр в Ханчжоу. Юную медалистку встречали в аэропорту родственники, друзья, тренеры и руководство областного управления физической культуры и спорта. На азиатских играх в Китае на дистанции 200 метров гребли на Каной казахстанка Мария Боровкова завоевала третье место. В финальном заплыве Мария уступила представительнице Китая две секунды. Второй стала представительница Таиланда. Таким образом, спортсменка из Казахстана выиграла свою вторую медаль в Ханчжоу. Ранее на дистанции 500 метров на Каной двойке Марии вместе с Руфиной Скаковой завоевали серебро. Сейчас мы находимся в аэропорту города Уразь, где собралось немалое количество людей, которые приехали встретить юную спортсменку Марию Боровкову. Среди собравшихся в аэропорту мама, родственники, тренеры и просто болельщики, которые приехали встретить Марию. Ей всего 18 лет. Она студентка второго курса Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана. Елена Боровкова, мама юной спортсменки, отмечает, что дочь буквально родилась в спорте. В спорте она выросла, так как я тренер. И она в спорте выросла, можно сказать, родилась и делала первые шаги на спортивной базе. Сначала села в байдарку, потом в каное, в той лодке, в которой она сейчас гребет. Результат начала высокий показывать с прошлого года, когда стала чемпионкой мира в Венгрии. В этом году очень много соревнований было. Был и мир юниорский, где она снова стала чемпионкой мира в второй раз. Был взрослый мир, на котором четвертое место заняла. Тренеры рассказывают, что этот год выдался урожайным на медали, и Мария не перестает их радовать победами. В этом году наша Мария нас очень сильно радует. Чемпионат мира, две медали, кубок мира, золото. И вот азиатские игры, снова серебро, золото и бронза. Хотелось бы пожелать Марии, чтобы она завоевала лицензию на Олимпийские игры, и нашим тренерам, чтобы таких марш у нас было как можно больше. Хороший результат. Я потому что первый раз участвовала на таких соревнованиях больших. И очень рада такому выступлению. Соперники были очень сильные. Китай, очень сильные спортсмены. Но мы работали, старались, и для всех сил. Теонов Сергей Николаевич, мой тренер, он сборный тренер мой, живет в Астане, вот я у него тренируюсь. С ним работаю уже два года. Говоря о своих планах на будущее, Мария поделилась с нами, что теперь она будет готовиться к лицензионному чемпионату Азии, который пройдет в апреле месяце следующего года. Дана Керимбаева, Эбола Джагапар, Александр Грабриев, телеканал ТТК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова